Настойчивый взгляд, уверенная поза, хвост под хохлому. Канадский самолет «Челленджер» сел в Барнауле недавно, еще часы домой в Екатеринбург, уже с алтайскими пассажирами. Сюда я прилетел позавчера именно до Новосибирска, нанимал этот трансфер, пришлось ехать там почти 4 часа, то есть, конечно, колоссально неудобно. А если сейчас будет прямой рейс, то для меня это будет хорошо. Алексей из Екатеринбурга, но каждый месяц приезжает на Алтай. Он уже подсчитал экономию в пути. За полгода двое суток чистого времени, а стоит рейс 5,5 тысяч, как купе поезда. Кстати, грядущие бураны и метели не должны помешать расписанию. По словам пилота, характеристики у такого самолета немногим отличаются от большого судна. Самая минимальная видимость, при которой мы можем садиться, это 350 метров. Если аэродром оборудован соответствующей системой посадки, примерно 750-800 км в час мы двигаемся до пункта назначения. В последний раз сообщение с Екатеринбургом было в 2012 году. Сейчас за направление взялась компания «Руслайн», на счету которой поддержка десяткам межрегиональных рейсов. Небольшой лайнер «Серджи» рассчитан на 50 человек. Сегодня первыми его пассажирами стали всего 9 человек. И это уже хорошо, говорят, в аэропорте, так как продажа билетов началась неделю назад. А пока самый популярный маршрут Барнаульского аэропорта – Москва. И кроме курортных городов и северной столицы, список региональных точек – Скудин, Иркутск, Томск. В аэропорту уверенные внутренние перелеты нужно развивать. И у Екатеринбурга, который по расчетам востребован пассажирами, в этом плане хорошие шансы. Будем надеяться, что в 2019 году включат в список этот маршрут Барнауль-Екатеринбург как субсидируемый, потому что это значительно, конечно, скажется на снижении цены. Вместе с этим появятся надежды и на круглогодичность маршрута. А пока полеты в Екатеринбург запланированы до конца зимы – по вторникам и четвергам. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.